МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Телеканал СЕИМ завершает цикл программ «Поехали!» В последнем выпуске приглашаем в путешествие сразу по нескольким районам. Это будет сложный, но невероятно интересный маршрут туристско-информационного центра по северному фасу Курской дуги. Однозначно, это самые насыщенные маршруты из всех, что мы тестировали. Начинаем с проспекта Победы, с мемориального комплекса «Курская дуга». Но кто там не был, скажете вы. Не спорим, место популярное, но все ли вы знаете о нем? Комплекс открыли в 1998-м, здесь, на въезде в город с северной стороны. Идея авторов – рассказать о победе русского оружия от слова о полку Игореве до наших дней. Триумфальная арка, ее высота 24 метра, увенчана скульптурой Георгия Победоносца, который копьем поражает змея. Кстати, атлет этот хрестоматийный сюжет в бронзе, вес 17 тонн. Есть и легенда о том, как устанавливали громадину. Лето 1998-го года выдалось очень жарким и сухим, очень долго не было дождя. И вот в этот день, когда необходимо было установить над аркой вот эту огромную фигуру, тяжелую фигуру, вдруг разразилась гроза. Причем гроза как бы обходила вот это место, вот этот пятачок, везде лил дождь проливной. Но вот как только фигуру установили на свое место, хлынул ливень. Весь комплекс это, по сути, пешеходная аллея. Здесь есть памятник Георгию Жукову, 11-метровая стела Курск, город воинской славы, могила неизвестного солдата и храм Колокольня. Конечно, в честь покровителя русских воинов Георгия Победоносца. А дальше аллея с образцами военной техники, советской и современной. Планов на день у нас много, так что не задерживаемся и едем в Фатерский район, село Молотычи, на поклонную высоту 269. Над бескрайними просторами раскинул крылья 35-метровый ангел мира. Сколько помнит эта земля? Свыше 40 тысяч советских и немецких солдат погибли, сражаясь здесь. Мемориальный комплекс возвели в 2015-м, в память о подвиге советских воинов, которые не допустили прорыва немцев в июле 43-го. Тут располагался командный пункт 70-й армии НКВД. Окопы от блиндажей сохранились до сих пор. Рядом храм святых апостолов Петра и Павла. По периметру кусты шиповника. Ягоды, словно застывшие капли крови убитых бойцов. А в этом камне хранится капсула потомкам. Откроют ее 12 июля 2043-го, к столетию Курской битвы. Следующий в нашем маршруте – Панеровский район. Здесь расположено больше 80 военных памятников. Один из них установлен в селе Теплое и посвящен героям-артиллеристам. Это первый памятник боевой славы на территории бывшего Советского Союза. Был воздвигнут еще во время войны, в ноябре 43-го, в честь батареи капитана Игишева. Бойцы сражались здесь с 7 по 9 июля. Уничтожили 19 немецких машин, но почти все погибли. Вокруг постамента – братские могилы, где покоятся около 1800 советских солдат и офицеров. Недалеко от Ольховатки расположился мемориальный комплекс «Тепловские высоты». В народе это необычное по форме сооружение прозвали «Миной» и даже «Каракатицей». Но на самом деле это орден. Основной монумент – это трехуровневая смотровая площадка в форме ордена Отечественной войны. Если подняться на второй этаж, то мы видим, что и сам монумент, и клумбы, которые сейчас уже под снегом, образуют лучи данного ордена. Мы попали сюда в сильный туман. Лучей, увы, не увидели, зато как атмосферно. Конкретно на этом месте сражений не было, но монумент – это символ непокоренности Тепловских высот. Во время войны они занимали стратегически важное положение. Семь дней длились бои, но ближе, чем на 4 километра. Враг подойти так и не смог. Едем дальше. К памятнику героям-саперам. Монумент посвящен 1-й гвардейской инженерно-саперной бригаде спецназначения. Накануне Курской битвы солдаты установили свыше 400 тысяч мин. Вы только осознайте эту цифру. Продолжали работать и в ходе боев. Проводили наглое минирование, то есть подкладывали снаряды на глазах у противника. Уничтожили около 150 единиц вражеской техники. Не пустили фашистов. Одна из фигур на памятнике – ефрейтор Иван Джим. Будучи раненым, он бросился под гусеницы немецкого танка, взорвал его и погиб сам. Ну а вот и Понари, поселок, название которого навсегда вписано в историю Великой Отечественной. В самом центре, на улице Ленина, расположился мемориальный комплекс героем северного фаса Курской дуги. В его составе даже железнодорожный вокзал. 10 июля 43-го он был превращен в руины. Но уже через год после победы пленные немцы отстроили новое здание. Согласно легенде, наш верховный главнокомандующий Иосиф Сталин проезжал по линии железной дороги, проезжал на Кавказ, увидел руины станции, приказал, узнав о боевом прошлом, приказал вокзал восстановить. Что было выполнено, как считается, ровно за месяц. Привокзальный парк буквально усеян памятными знаками. Здесь, в парке, у железнодорожного вокзала находится самоходная артиллерийская установка ИСУ-152 мм, зверобой или консервный нож. Часовня в честь всех воинов, сражавшихся в Великой Отечественной войне, установлена с нашими контрразведчиками. Мемориал неизвестному солдату состоит из 28 плит, посвященных каждому нашему району. Комплекс растет. В 2013-м появились эти гранитные плиты в первой линии. Портреты героев Советского Союза, получивших звание за бои в Понуровском районе. Во втором перечислены все подразделения Центрального фронта, которые сражались на Северном фасе. Здесь, на улице Ленина, есть и музей Курской битвы. Только подлинные экспонаты. Находки с места сражений, похоронки, личные вещи бойцов. Смотрите, как трогательно в солдатском блокноте записан текст песни «Темная ночь». На этом стенде – настоящее противостояние. В одной витрине немецкие атрибуты, маузер, парабелл, железный крест и медаль «Мороженое мясо». Ею награждали бойцов, которые получили обморожение. У нас, конечно, быт был чуть поскромнее обустроен. Из интересных экспонатов, достаточно частых, это подобные стеклянные фляжки. В 1941 году, естественно, вся промышленность Советского Союза стала на военные рельсы, в том числе стекольная, пожелала помочь фронту. Вот такие фляжки находят часто с водой. Здесь же наши ТТ, наганы и саперные лопатки – не складные, как у немцев, но победили и с такими. Эта часть экспозиции рассказывает о подготовке к оборонительной операции и о каждом дне боевых действий. Гордость музея. Диорама «Бой за станцию Понари» – тот самый вокзал, где мы уже были. Без малого 300 десантников 1-го батальона 9-го воздушно-десантного полка сражались в окружении 10 часов. Уничтожили множество фашистской техники, больше 800 противников, но погибли и сами. Все. Захоронены в братской могиле у памятника героям-десантникам. Его можно найти на повороте трассы Понари-Курск. Экскурсоводы предложат вам посетить и другие памятники. Есть время – не отказывайтесь. Бывать в таких местах интересно и полезно. А мы возвращаемся в Курск, но в финале заглянем на улицу Карла Маркса, на мемориал памяти павших в годы Великой Отечественной войны. Построили комплекс в 1983-м на месте бывшего военного кладбища. Во время войны здесь хоронили солдаты и офицеров, умерших в госпиталях. Возвышается над мемориалом 22-метровая гранитная стела – символ Переломного 1943 года. К ней ведет аллея, на которой установлены тумбы с символикой войск, сражавшихся на Курской дуге. Есть и памятник солдату-освободителю, знакополченцам и несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей – могилой писателей-фронтовиков Евгения Носова и Константина Воробьева. И вновь завершаем вопросом – какова высота скульптурной композиции «Ангел мира»? Кто первый пришлет верный ответ в комментариях под программой в нашей группе ВКонтакте, тому подарок. Ну а мы смотрим на карту экскурсионных маршрутов. Все 11 пройдено. Но мы продолжим путешествовать по Курскому краю и вам советуем. Ведь интересное начинается прямо за вашим порогом. Нужно просто идти. Субтитры подогнал «Симон»!